Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вы знаете, какой сегодня день в истории нашей страны? Ну, конечно. Социалистическая революция. Сто лет. Сто лет, правда? Да, да, да. Утром встали сразу, а потом вспомнили? Это уже целую неделю мы помним. Так что, ну что ж, идут мероприятия, ладно. Было хорошее, было плохое. Великий день. День великой социалистической революции, который сломал хребет капитализму. Люди зажили. Понимаете, в чем дело? Какой часовой рабочий день был? 12-13 часов. На какой перешли? На 8-часовой. История моего города, самая вот сейчас вот видная, история нашей Октябрьской революции. Ну, что же сделаешь, самая? Ну, мне вот 73-й год, самая, пока я из старых, можно сказать, коммунистов, 50 лет назад в партию вступил, самая в комсомол. Ну, жизнь всей страны поменялась на 70 лет. Неужели ничего не значит? Вообще не знаете? Ну, у вас ребенок подрастает. Вы должны знать. Не знаю. Не знаете. Вообще, вообще не знаете. Ну, давайте я подскажу, 7 ноября, красный день календаря. Честно, не знаю, мысль не работает. Мне 85 лет. Практически я прожил в это время. Прекрасное время было. Эти дни нужно отмечать. И не забывать, пока мы живы, хотя бы. И надо прививать молодежи тоже это. Вы как-то там внука, может быть, рассказываете? Я и правнучке рассказываю. У меня уже правнучка есть, 5-й годик. Понимают? Да. Это давно уже в истории, 100 лет. Мы сегодня с мужем разговаривали, что сегодня 100 лет революции. Если бы был Советский Союз, представляешь, какие были бы сегодня гуляния. И наверняка был бы выходной. Об этом мы обсудили. Ну, наверное, можно сказать, что поздравили друг друга. Замечательно. Скажите, обязаны ли мы своим детям рассказывать об этом? Нет, я считаю, что историю в любом случае надо знать, какая бы она ни была. И, естественно, надо всем рассказывать. Я самому ребенку, которому всего лишь 2 года, все равно рассказываю, что эти мультики из моего детства. Пока на этом уровне? Пока, да. А так, конечно, я все расскажу. А вот сегодня еще на Красной площади был парад. Да. Знаете об этом? Конечно. Что видели? Ну, что видели. Все это традиционно, трогательно. Наши старики, которые за нас, многие отдали жизнь. В общем-то, это все традиционное, но основное, чтобы молодое поколение об этом знало. А сейчас, конечно, парад только прошел на Красной площади. В честь этой самой даты, когда наши красноармейцы шли прямо с Красной площади, с парада этого. Смотрели парад? Да. Что-то, какие-то чувства вызвало это? Ну, конечно. Сегодня этот день что-то значит? Ну, я думаю, что, к сожалению, для многих, и для молодого поколения, вряд ли он уже что-то значит. А для людей моего поколения, конечно, еще значит. Вот. Потому что мы жили, так сказать, в пересоциалистическом строе. Для нас это был большой всегда праздник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!